Больше с ним не встречаться. Тайронос, по-моему, 25 лет, весит 89 килограммов, довольно легкий для финала тяжеловесов, рост 1,88 метра, 3 победы, одна из них нокаутом, 2 поражения. А вот Алистеру, 30 лет, да, он выше, 1,95 метра, весит почти 110 килограммов, 5 побед, 4 из них нокаутом, 3 боя, проиграл, да, было, это нечто невероятное, уникальный человек, могучий, но и Тайронос Понг феноменально, чуток, техничен, очень резок, и посмотрим, что из этого получится. Первый раунд. В синих перчатках Алистер Тайронос Понг, в красных перчатках Алистер Оверим. Четвертьфинал, заключительный четвертьфинал. У нас уже есть три полуфиналиста. Питер Айртс, Сэм Шилд, Гокан Саки, и вот сейчас кто-то один из этих двух. Тайронос Понг, клинч, и Алистера предупреждают не делать неправильно, не поступать вот таким образом. Постарайся обойтись без клинча. Охо, вот это... Тайронос Понг пошел в атаку. И Оверим. Алистер уходит в глухую защиту. Я думаю, мы увидим ответ. Достойный ответ. Оверим как-то неповоротливо, тяжеловато, приближается. И пока мы не видим его взрывных атак. Меняет стойку Оверим. И колено запускает Оверим. Включает ноги и пытается наконец-то продемонстрировать всю свою мощь. Она у него незаурядная. Спонг должен быть на чеку, потому что у Оверима каждое движение таит в себе опасность. Не дать зацепить Алистер Оверим после перерыва. Алистер Оверим начал присматриваться к Спонгу, а тот, в свою очередь, не глядя, очень активно побоксировал. И Токио 2010 Кей-1 во все его определится, кто же станет чемпионом этого года. Оверим очень любит работать на средней дистанции и поближе, потому что очень хорошо бьет на коротке. Мощный бицепс, очень тяжелая рука, и для него это естественное положение, когда рука согнута в локте. и способен одним ударом изменить судьбу человека Алистер Оверим. не следует застаиваться здесь, вблизи, потому что это очень опасно. Алистер Оверим. Алистер Оверим. Он, конечно, знает об этом, Молодой, горячий. Алистер Оверим. Алистер Оверим. Алистер Оверим. Алистер Оверим. Алистер Оверим. Торой раунд. Близится к завершению. Спонг. Повезло сейчас астайрону уверен не стал добивать вы знаете и очень яростно начинает спонт а вирим не обращает внимания на удары по животу настолько могуч бронежилет его мускулатуры излишняя эмоциональность спонга и может быть его упрямство играя с ним злую шутку увлекается и очень близок к тому чтобы пропустить страшный удар потому что оверим не шутит спонгу тоже нужно подойти поближе прибавляет оверим спонг стоит в углу оверим очень размеренно и очень неторопливо на выбор бьет и похоже что у спонга практически нет шансов рефери останавливает эту серию и открывает счет левый глаз у спонга прикрыт на мой взгляд можно останавливать схитрил спонг но рефери поймал капу меньше минуты остается справа уверен бьет и похоже даже через перчатку он способен уложить любого молодчина спонг сражается но несколько ошибок он все-таки допустил и самое главное то что застаивался вблизи он продолжает совершать ту же самую ошибку на встречу бьет оверим нет особой нужды ему форсировать и и так понятно что он выиграл что я не могу и и а а а а и и а а